друзья всем привет сегодня у нас небольшое видео про инструменты разработчика на этот раз хочу с вами поделиться находкой который на самом деле мне очень понравилось и я точно знаю что если вы как разработчика используйте и 5 то точно пишите запросы и наверняка используйте либо postman либо insomnio либо еще какой-нибудь клиент но надо сказать что в процессе разработки так или иначе нужна текстовая информация вы наверняка используете какой-нибудь notepad плюс плюс или допустим visual studio код во всяком случае его использую как текстовой редактор но сегодня хочу с вами поделиться интересной находкой которая в общем-то встраивается visual studio код и может делать раз запросы другими словами это просто extension и так давайте переключимся сначала на сайт разработчика а потом я вам покажу пример его использования в общем то вот вы видите перед собой сайт я ссылочку оставлю в описании в общем то здесь на самом деле все очень просто есть visual studio код скросс платформенный так называемый идея если хотите и в него можно установить разные экстеншены в том числе extension который позволяет делать запросы на самом деле все очень просто он достаточно гибкий в нем в последнем релизе появились wearable то есть так называемые подстановки он достаточно легковесый но если учесть что допустим у меня он работает как текстовый редактор я в основном его использую то просто так пушнуть какой-нибудь запрос то есть post go get или put в общем то на самом деле это прямо бац и как бы очень рабочий вариант я настоятельно рекомендую хотя бы ознакомиться с ним не говоря уже о том что это на самом деле действительно хороший инструмент так устанавливается он очень просто называется он как вы видите thunder клиент и в общем если учесть что он достаточно недавно появился уже смотрите сколько не посетителей какое количество звездочек ну а использовать его на самом деле очень просто ну я покажу на примере вот он установит такую звездочку ну давайте создадим новый реквест это вот значение по умолчанию которая стреляет в общем то найдет на сервер и получает информацию о том о сервера thunder клиент как это называется с метода welcome да то есть вот мы видим такую штуку которая здесь в общем то описано это на самом деле мне кажется тоже прикольно надо сказать что здесь достаточно подробной информации есть о том что собственно приходит в респонзе ну и в общем то есть такая штука как авторизация причем она нескольких типов можете basic авторизацию сделать bearer токен поставить существующий или openos 2.0 спецификацию то есть получить его можно через авторизейшн код или client credential ну то есть flow пока на самом деле немного их два но тем более тем не менее это уже в общем то работает есть также работа с хедерами в общем то как во всех клиентах есть возможность подставить body через разные варианты и джейсон и xml форм в общем вы видите что здесь на самом деле много чего и даже график уже есть ну еще плюсом будет тесты которые пишутся в общем здесь выбирается тип возвращаемого результата здесь ну давайте для примера выберем response body какой-нибудь контейн и здесь вы можете написать значение то есть если вы запустите на какой-то ну давайте вот так сделаем у нас есть response и здесь есть response body ну давайте вот так вот вэлком до слова скопируем да вот цель с большой буквы вэлком если еще запущу ну и как вы видите тест вот он прошел то есть в ответе был в баде было слово вэлком мне кажется прикольная штука на самом деле ну и теперь давайте создадим кстати это вся фигня ой то есть это эта штука вся вот можно сохранять коллекции импортировать экспортировать ну мне кажется это на самом деле прикольная штука ну и как работают вэриблс ну тут в общем давайте тогда вот этот волком сотру создам новое пространство которое называется там пусть будет дэма и в этом дэма создам что-нибудь там новое да ну допустим давайте вот так вот все ну пусть будет им пусть будет бани и здесь напишу вэлком ну то есть то что собственно грамм уже искали волком нажму сохранить и теперь в коллекцию этого запроса я могу в тест и подставить соответственно не вот это слово а как принято это во всех мы практически во всех клиентах подобного рода rest клиентах я здесь могу написать я забыл как называется я прошу прощения rest in body заговорился вот ну и в общем видите она подсветилась зеленым я за пополняю запрос ну и в общем то тесты прошли вот он очень удобная штука самое главное что это под боком никуда далеко ходить не надо давайте сделаем какой-нибудь новый запрос ну пусть этот запрос будет http ввв ну я по образу подобия как вы понимаете опять же сделаю ой колобонга ком слэш и пиа и в 2 и здесь у меня есть такой хумор контроллер вот я выполняю вау ну-ка здесь нужно будет использовать ой пост нужно использовать чтобы эта штука сработала ну и вот он респонс как вы видите анекдоты контроллер музеем смотрите в общем на самом деле мне кажется это очень прикольно ну и сводится суть к тому что здесь можно отправить body например джейсон давайте я здесь какой-нибудь напишу из adult ну то есть анекдоты для взрослых поставлю true вот так вот могу поставить смотрите сейчас у меня четыре тысячи четыреста семьдесят я отправляю request и мне уже пришло 6152 то есть примерно одна треть матершинных анекдотов в общем то ну ладно поехали дальше теперь смотрите я могу здесь написать что там есть у нас к да давайте так вот каталог с и могу указать но здесь у меня один это по моему только анекдоты насколько я помню да давайте вот один анекдот второй анекдот да а 2 это только истории вот не получилось к то потому что неправильно написал значит первый раз мне просто повезло еще раз так вот истории истории отлично а теперь если поставлю допустим 21 это анекдоты до анекдоты но вообще их у меня 7 1 2 3 4 5 6 7 то есть сейчас из тех категорий буду случайным образом выбираться ну в общем вот такая вот штука но я думаю что на самом деле очень удобно эта вещь можно сохранять можно в общем-то обмениваться экспортировать надо сказать что понимается коллекции как вы понимаете формате джейсон я проверил insomnia она получила то есть подгрузила все это в общем мне кажется полезный инструмент особенно если честь что он достаточно простой и не нужно громоздких таких как постман или insomnia ну в общем смотрите ваш ваш выбор в общем-то теперь расширен на здоровье используйте ну и в общем-то пишите правильный код у меня все до свидания и и и Субтитры сделал DimaTorzok